Мне уже давно хотелось сделать видео про фильтр обратного осмоса, поскольку я всю жизнь заблуждался насчет фильтрации и очистки. Я даже не сомневаюсь, что кто-то прекрасно осведомлен в этом вопросе, но нужной информации в интернете я не нашел. Только описание технологии и рекламные буклеты продаваемых фильтров. Суть в том, что большинство людей введено в заблуждение, что купив дорогой фильтр из трех колб, они обезопасят себя от воздействия вредных веществ, растворенных в воде. Да, взвешенные частицы, ржавчина и другие вещества, которые не находятся в составе раствора воды, фильтр останавливает. И это можно видеть особенно при смене фильтра грубой очистки. Чем хуже и старее водопроводная система на районе, тем ужаснее все это выглядит. Иногда она бывает наподобие смеси слизи и ржавчины, после прикосновения к которой потом трудно смыть эту субстанцию с рук. И все это должно было попасть в организм, если воду не очищать. А, к примеру, не все себе могут позволить купить фильтр и вынуждены всем этим травить организм. Механические фильтры могут какое-то время останавливать хлор и бактерии. Но объем колбы небольшой. Через некоторое время после переполнения хлор пойдет в прежнем, а то и концентрированном виде. А бактерии могут начать размножаться прямо в фильтре. И человек тогда может разово получить отравление и заражение. Я про такие случаи конкретно не слышал, но об этом предупреждают производители, чтобы вовремя меняли фильтрующие элементы. При подключении стандартного фильтра из трех колб мы сразу обнаруживаем, что давление на выходе такой же, как и на входе. То есть вода бьет сильным напором. Меня это вначале сразу озадачило, как же так, для того, чтобы отбросить все вредные примеси, вода должна как-то с трудом проходить через фильтр. Но только намного позже, уже после использования фильтра обратного осмоса, я понял, что растворенные в воде примеси механические фильтры никак не могут задержать, а уж тем более отделить от воды и куда-то все это деть. Одевать-то и некуда, вся вода в полном объеме и в том же составе, за исключением твердых частиц, выходит с другого конца фильтра. То есть вы думаете, что очистили воду от вредных веществ, а это всего лишь видимость, поверхностная очистка от мусора. Исключением будет то, что при кипячении некоторые вещества перейдут в другую химическую формулу, свяжутся и выпадут в осадок, а бактерии уничтожатся температурой. Вот аналогичные примеры жизни. Почему чай, компот, соки и любые другие напитки не могут являться водой для организма? Хотя вроде бы это жидкость. Потому что по сути все это еда, суп. Организму в обязательном порядке нужно ежедневное потребление чистой воды без каких-либо лишних примесей для того, чтобы он мог проводить регулярную плановую очистку и ремонт клеток. Сам он просто не в состоянии отделить растворенные в воде сахар, соль и другие вещества. И это одна из причин большинства болезней. Хотя медики и говорят, пейте больше воды, но однако же не объясняют, почему это настолько жизненно важная необходимость для организма. Медикам было бы куда более правильнее говорить, пейте больше структурированной воды с правильным pH и пониженным количеством растворенных в воде веществ. И это не просто досужий вымысел, вот вам пример. В России установленный стандарт совокупного количества растворенных в воде веществ, которые можно измерить любым бытовым ТДС метром, 300 мг на литр. Это значит, что мы не делаем анализ каких веществ, сколько вредных, невредных, а замеряем их общее значение. Какие бы ни были полезными избыточные вещества, более 300 мг на литр – это недопустимо, поскольку в любом случае этот переизбыток начнет приводить к нарушению функций организма. Ну и чтобы не сбивать ваше внимание с толку, сразу уточняю. Любая вода в общественном пользовании проходит проверку на отсутствие превышения вредных веществ и отсутствию отравляющих. Так что будем считать, что водопроводная вода соответствует санитарным нормам. И на самом деле берем ТДС метр, замеряем воду из крана в любой части города и обнаруживаем значение около 300, ну или чуть меньше. Исключение могут составлять отдельные локальные водопроводные сети, например, из скважины. Там, возможно, будет меньше мг на литр. Однако я стал замерять значение в разных коттеджных поселках и селах, и даже в роднике она оказалась около 300. А вот в противовес российским стандартам в Европе приняты стандарты растворенных в воде солей 150 мг на литр. По нашему опыту мы знаем, что, к примеру, в Германии более трепетно относятся, ну или по крайней мере относились, к здоровью граждан. И неспроста взята цифра аж в два раза ниже этой критической. Очевидно, что организму 150 гораздо лучше, чем 300. Ну я уж и не знаю, возможно, советские экологи, а теперь и российские, сходят не из проведенных экспериментов и клинических испытаний, а берут за основу поговорку, что русскому хорошо, то немцу смерть. Итак, мы подошли к вопросу, как взять воду с центрального водоснабжения и понизить уровень минерализации до приемлемого. Для этого есть технология очистки воды от именно растворенных в ней примесей, метод обратного осмоса. Этим методом можно даже морскую воду отделить от растворенных в ней солей, добавить немного миллиграмм комплекса нужных солей и минералов, и она станет обычной водой. Просто посчитайте, на 10 тонн дистиллированной воды нужно всего лишь один килограмм минералов и солей. Что, скажут, эти минералы дорого стоят? Нет, да при налаженном производстве копейки. Вот коротко и по-простому о технологии обратного осмоса. Механический метод. Наномембрана пропускает только молекулы воды и отсеивает все, что больше этих молекул. В итоге получается дистиллиант. Мембрану можно сделать покрупнее и тогда получить необходимый уровень растворенных в воде солей. К примеру, из 300 оставить 150 или 70 миллиграмм на литр. Вода с избыточным количеством солей сбрасывается в канализацию, а в промышленности ее можно пускать на технические нужды. Для того, чтобы процесс шел, достаточно давления в системе. Это к вопросу, что получение такой воды дорого. Нет, не дорого. Но стоимость мембраны очень дорогая. Да, это когда вам нужно их постоянно продавать, эти мембраны. А когда не нужно, можно обеспечить самоочищающийся процесс, использовать неразрушающиеся мембраны, и этот процесс будет постоянным. При таком количестве воды и солнечной энергии на планете говорить о нехватке чистой воды да просто смешно. Однако мало кто знает, что еще есть электрический метод. Еще в 90-е годы мы делали рекламу для местного производителя фильтров обратного осмоса электрическим методом. Это была просто плоская коробочка на стене, также вход воды и два выхода с чистой и грязной водой. Мы сами пользовались этим фильтром год, потом он куда-то задевался. Реально из трубки водосброса текла мутная вода, а из трубки с чистой водой – очищенная. Плюс к тому бактерии дополнительно уничтожались электрическими разрядами, и вода была водородная, поскольку в процессе шло разложение воды на кислород и водород. Кислород выводился в грязный поток, а водород – в чистый, делая ее таким образом живой. Надо заметить, что при этом поток чистой воды был значительно больше, чем грязный, и стакан наполнялся прямо на глазах. Понятно, что если масштабировать процесс в промышленном объеме, то скорость очистки будет колоссальной. Готовя материал, я обшарил весь интернет и не нашел ничего подобного. Теперь эту технологию забыли так, что о ней больше нет никаких упоминаний. Я помню, что были и зарубежные аналоги, а потребление электричества этими устройствами было мизерным. Вывод простой – забыли, потому что этот метод нельзя было пускать в массы, поскольку в таком фильтре нет никаких расходных материалов, фильтров для поэтапной очистки, потому что все взвешенные частицы выводятся в тот же шланг для сброса грязной воды, и прибор, обогащая воду водородом, делает ее оздоравливающей, плюс дезинфекция. Если бы я не сохранил этот рекламный ролик, то и говорить сейчас было бы не о чем. И вот достаточно поставить у моря эту установку и получать с одной стороны чистую полезную воду, с другой – весь спектр полезных веществ для промышленности. Я уверен, что такие установки где-то используются, но такой информации при поверхностном поиске я не нашел. Как пишут в обзорах, у фильтров обратного осмоса есть недостатки. Дистиллированная вода вредна для организма и вымывает соли, приводит к размягчению костей. На самом деле, если использовать дистиллированную воду, ничего страшного не произойдет, если вы в ней варите суп, к примеру. После варки она уже не будет дистиллированной. И ведь никто не говорит, что на выходе бытового фильтра выходит дистиллиант. Просто количество солей уменьшается до приемлемого уровня. Кроме того, это не единственный источник воды. Вы пьете разные напитки, воду из разных источников, едите. Поэтому аргумент насчет дистиллированной воды тут не по адресу. Я замерил воду из-под моего фильтра. 15 мг на литр. Это гораздо ниже 150 установленных по европейским нормам и не 70, как в воде по доставке. Но если вы посчитали, что это ваш единственный источник поступления воды, тогда выберите фильтр, который будет уменьшать количество солей не так сильно. И даже если вы уже купили не тот фильтр, мембраны взаимозаменяемы, и ее в следующую замену можно поменять на ту, которая будет выдавать на выходе, ну, к примеру, 80 мг, что будет соответствовать как у качественной покупной воды. Следующий недостаток. Фильтр обратного осмоса пропускает хлор, и хлор разрушает мембрану. Вот для этого удержания есть фильтр глубокой очистки перед самой мембраной, или можете сами добавить дополнительный фильтр для удержания хлора, а мембрану все равно придется периодически заменять, так что вопрос снимается. Низкая производительность. Это да, накопление происходит медленно, но так и должно быть. Вот тут сразу становится очевидно, что вода реально чистится, а не просто пролетает через все механические фильтры, не задерживаясь. Для бытовых нужд накопительной емкости вполне хватает, а для промышленных есть решения более производительные и, соответственно, гораздо более дорогостоящие. Зато оцените, какие положительные стороны мы получаем, используя фильтры с системой обратного осмоса. В чайнике станет больше нечему накипать, слишком мало для этого в воде останется примесей. Вода становится обеззараженной, поскольку любые бактерии намного больше молекул воды и даже растворенных в ней веществ, поэтому они никак не могут пролезть сквозь мембрану и отбрасываются. То есть ее теперь можно пить прямо из-под крана. Например, моему сыну такая вода нравится, но мне лучше артезианская. Еще одна прелесть в том, что теперь такой водой можно смело промывать и остужать, к примеру, сваренные макароны или рис, использовать ее как стерилизованную или кипяченую воду. Представьте такую ситуацию. У нас в пруду, откуда осуществляется забор воды для части города, в 2010 году был пик развития сине-зеленых водорослей. При открытии крана тогда несло дустом и в какой-то момент вода была отравлена настолько, что ей нельзя было даже касаться слизистой. Разумеется, никакие механические фильтры никак не решали проблему, но фильтр обратного осмоса, скорее всего, понизил бы эту концентрацию, по крайней мере, до безопасного уровня. Или, к примеру, у вас мания преследования и вы подозреваете, что в вашем доме злоумышленники добавляют водопроводную систему то, что вам вредит. Тогда ставьте такой фильтр и, как говорится, спите спокойно. Пишут, что такая вода с пониженной минерализацией не будет полезна для аквариумных рыбок, животных или полива растений. И, наверное, это правильно. Для этих целей берем воду, пропущенную через обычные механические фильтры и отстаиваем трое суток в открытой емкости. Разумеется, такая мембрана ограничена объемом пропускаемой воды, и ее нужно периодически менять, как и механические фильтры. Поэтому читайте инструкцию по использованию этого фильтра, который вы купили и следуйте правилам эксплуатации. Вода в жизни человека играет огромную роль. Если организм не получает ее регулярно в чистом виде, отдельно от любых примесей, у него начинают быстро кончаться ресурсы, и организм начинает болеть и вытягивать ресурсы из здоровых органов, чтобы помочь заболевшим. Об этом в развернутом виде писал доктор Батман Гхелидж в своей книге «Ваше тело просит воды». Смотрите видео на канале. Вода – крайне важный продукт потребления нашего организма, и нам нужно относиться к этому ответственно.